А в минувшие выходные в Коми прошла юбилейная Лыжня России. Массовых катаний в республике в этот раз из-за пандемии не было, в заезде участвовали только спортсмены. Так, на старт на лыжной базе в Ижвенском районе столицы вышли 120 человек. Еще около полутора сотен лыжников из центральных районов Коми собрались в Ухте. Кто из них показал лучший результат, расскажет Никита Чернов. В этом году Лыжня России проходила не совсем в традиционном формате, поскольку, при этом, ситуация немножко неподходящая, были отменены массовые забеги. Но это не помешало спортсменам действительно показать все свои силы, что они накопили, и свою подготовку, и пройти нужную необходимую дистанцию. Перед стартом – регистрация. Попасть на Лыжню России в этом году могут только спортсмены и участники лыжных клубов. Всем остальным остается только болеть. Да и то, с учетом эпидемии ситуации, соблюдать все меры предосторожности. Регистрация подтверждена, заветный номер участника получен. Осталось собраться с силами и духом, и вперед. Не знаю, какие могут достичь результаты. Соперники, наверное, все готовятся, все хотят показать максимальный результат, в том числе и я. Ну а там, как получится, так получится. Нынешняя Лыжня России юбилейная, сороковая по счету. Забег торжественно открывает министр физической культуры и спорта Коми. Наталья Карина зачитывает поздравительное обращение президента России. От души желаю вам отличного настроения, успехов и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. И вот он, долгожданный старт. Дистанции всего две. Для тех, кто посильнее – 10 километров. Для тех, кто помладше – 5. Как и в любом спорте, не обходится на трассе без эксцессов. Вот оказана первая помощь. Девушке стало плохо. Голова закружилась. Ношатый ручку дала. Чай горячий. Все в порядке. Пошла, поехала. Получила подарок. С подарками на финишной прямой спортсменов встречают волонтеры. Они же угощают чаем с булочками. После многокилометрового марш-броска подкрепиться важно. У кого-то сил едва хватает, чтобы пересечь финишную черту. Встаем. Это здесь, там не это самое. На улице тепло, лед тает, трасса скользит еще сильнее. В таких условиях держать темп непросто. Вперед вырывается Александр Бобров. Он становится абсолютным лидером в гонке на 10 километров. Очень доволен своим результатом. Поскольку на финише разобрался со своим соперником, с которым мы постоянно ведем в течение этого года борьбу, то он победит, то я его обыграю. Поэтому очень доволен. Победителям медали и дипломы. Но проигравших здесь нет. Для всех, кто в этот день собрался на лыжной базе Эжвы, это не только соревнования, сколько зимний праздник. Это наш с вами уже, наверное, национальный вид спорта. Посмотрите, сколько народу. Независимо от того, что нам запретили сегодня с вами массовые забеги, истинные спортсмены сегодня с нами рядом. И сейчас мы посмотрим на их результаты. А в Ухте на лыжню России выходит около полутора сотен спортсменов. Помимо самих горожан, это еще лыжники из Ухтыла, Усть-Цилимского и Троицко-Печорского районов. Мало того, что у нас есть входной фильтр. Все мы понимаем, что с симптомами ОРВИ к спорту не допускаются, в том числе к участию в соревнованиях. Все судьи у нас имеют QR-коды. И видите, у нас раздельные старты. Не более 20 человек в одном старте. Своей силой участники пробуют свободным стилем хода на дистанциях в 2, 3 и 5 километров. Всего 19 возрастных групп. Самые многочисленные – девочки и мальчики от 10 лет. Лыжный спорт вновь набирает популярность, отмечают судьи. Потому что хочется кататься, и это очень хороший спорт. Потому что мне нравится конек, а он часто в этом спорте. Так что вот. Всего в личном первенстве было разыграно 19 комплектов медалей и грамот. Призовые места во всех возрастных категориях взяли участники из Ухты и Усть-Цильмы. Никита Чернов, Виктория Науменко, Дмитрий Ведерников, Павел Лагутин. Телеканал Юркан.